Нам пришла посылочка из Амазон, Амазон правильно подписан. Максимке нравится вот эта серия книжек, вот он их заказывает, пришла очередная. Он уже прочитал две из этих серий. Он в этот раз почему-то взял вот эту, она у мягкой упаковки, не думаю, что это совсем удобно будет ему для чтения. В следующий раз я такую не буду заказывать в мягкой упаковке, даже в твердой брали она побольше. Думаю, ему будет тяжеловато и шлифт помельче в ней. Вот, поэтому, видите, этот автор пишет и другие книжки, вот про кошек и про что тут еще. А, ну это с мишками серии, с кошками и собачками у нее есть рассказы какие-то, не знаю, какие-то истории, в общем там целые истории, которые с семьей вот этих мишек происходят. Эрин Хантер очень нравится Максимке, это уже третий мы такую читаем, большую книгу он дочитал. Вот, так что, если кто в Америке, рекомендую вот такие жизненные истории там, в общем, со смыслом, нам понравилось. Я вот сейчас прям за Максом еду, решила включить телефон немножко поснимать, потому что хочу показать вам какое солнце у нас. У нас прям тепло-тепло. Вот, у меня сегодня было пару собеседований, немножко вам сделала апдейт по информации. Вот, пока что ничего не известно, но я уже, знаете, я уже стала не, они меня интервьюируют, а я их, я очень стала много вопросов задавать. Ну, в общем, как-то так. И что там конкретно меня интересует, в общем, очень-очень много вопросов. Так, мы с вами приехали в школу, сегодня я забираю Макса, и Витя, обычно у нас сидят, Витя забирает, когда едет с работы. Вот, ну, сегодня он позвонил, что он будет задерживаться, поэтому мы с вами приехали, я хочу показать, что я приехала за 30 минут до того, как забирать Макса. 30 минут, ребята, мы стоим в хвосте в школе, чуть ли там не за бордюрой. Ёлки-палки, это вообще, чтобы забрать ребёнка, надо ещё в очереди постоять, вот так как-то. Можно поставить машину, вот, видите, люди ставят, и пойти пешком за ребёнком. Вот, это, конечно, будет быстрее, но тут есть маленькая, ну, Максиму хочется, чтобы ты за ним подъезжал на машине. Поэтому стоим с вами в очереди. Так, нас там прервали на парковке, когда я стояла. Хочу продолжить немножко свой рассказ, собственно говоря, про то, как я прохожу собеседование. Сегодня было очень одно занятное и интересное собеседование. У Лидии стартап, где-то в... Нет, не в Чикаго, сейчас скажу. В Вашингтоне. В Вашингтоне стартап, ещё даже нет написанного продукта, который скот никто не писал. У них есть два девелопера, нету полностью набранной QA-команды, да, и работать планируют, я так поняла. Она сказала о Scrum, хотя там ещё нету ни продукта, ничего. Ну, то есть, собственно, в Agile Methodology, да, и вместе с... Ну, Scrum-команда будет у них со спринтами, со всеми делами. Вот. И я такая говорю, так вам какого рода-то специалист нужен? Когда мне сейчас звонил парень от Вас, он спрашивал, ну, StrongKnowledge Database, ну, SQL, Database и Unix, Linux, Bot, Operation System. И я ей говорю, я ей говорю, типа, а она мне объясняет, нам надо, чтобы там человек то-то, сё-то делал. То есть, им даже не автоматизатор нужен, и уж точно не мэниуал теста, им нужен с ДЭТ как минимум, да. Они хотят, чтобы человек фреймворк разворачивал. Это, кто понимает, это в автоматическом тестировании, собственно, этот весь проект, да, в котором будет происходить это написание кодов там и тестирование. Вот, причём они хотят, чтобы он его полностью развернул. Я теоретически знаю, как это сделать, но я никогда сама ни в жизни не делала это практически. И поэтому это явно не мой уровень. Я ей говорю, о, так у Вас вообще нет Scrum Team? Говорю, Вам надо тогда и с ДЭТа, и говорю, QA-инженеры, как парочку мэниуалов там надо. Вот. Вам нужно полностью тим набирать, как бы. Один, говорю, с ДЭТ не справится, он будет менеджмент делать этого проекта, кто-то же должен ему помогать, сами тесты надо писать. Допустим, даже если регрессионное тестирование, хотя у них ничего ещё нет, о каком регрессионе может быть речь, вот, делать, то это нужно, это большой, короче, пласт работы, много надо писать тестов. Вот. Она говорит, ой, Вы столько много знаете, Вы столько много понимаете в этом. Ну, конечно, говорю про себя, думаю, по вашим собеседованиям походишь, не такое поймёшь. Так что вот такие даже бывают, вот такие даже бывают у меня собеседования. Вот. Понятно, что мне, кстати, они назначили дальше идти с ними, ну, типа, на следующее собеседование. Но я думаю, что явно, ну, как бы это не мой уровень, но я схожу, я тренируюсь, поэтому... Так бывают разные интересные собеседования. Было собеседование, где у меня спрашивали цвет, какой мне нравится цвет, оказалось, потому что это психологический тест. Посмотрела в интернете, красный и чёрный говорить нельзя, ребята. Даже если это Ваш любимый цвет, не надо его говорить. Это, типа, сигнализирует о плохих настроениях Ваших. Вот. Так что говорите там голубой, самый классный, я посмотрела серый. Так что вот такие вот курьёзы собеседования. Надеюсь, Вас обдакнуло по этой информации. Вам, может, кому-то будет полезно. В общем, вообще пропал страх звонков каких-либо. Вообще перестала бояться. Просто сажусь и рассказываю всю информацию, которую я знаю. Вот. Без дёрганий, без лишних нервов. Ну, всё. Встретимся с Вами дальше. Ребят, да, ещё хотела сказать, что я сейчас очень скромно и очень мало выкладываю в Инстаграм или снимаю сюда на Ютуб, потому что у меня просто нет времени. Я зашкварно учусь, подтягиваю все хвосты, повторяю то, что уже было пройдено. И ещё новую информацию, если начинаю находить что-то интересное, да. Поэтому реально ложусь спать 2 часа ночи, ещё хуже, чем было, короче. И плюс же ещё колледж накладывает своё. Поэтому очень много сейчас времени на это всё трачу. И очень мало времени на Ютуб и Инстаграм. Ну, когда я найду на работу, надеюсь, мне станет полегче. Хотя бы в выходные. И буду больше Вас радовать интересными видео на Ютубе и на Инстаграме тоже. Блин, у нас на улице конкретно похолодало. Я замёрзла. Правда, кофточки тёплые с начёсиком. Вот. Прям к нам пришла осень. Неделю назад ходили в платьях. А теперь вот всё. Только так. Кофточки с начёсом. Сейчас ещё скоро курточки пойдут. В общем, у нас утро. Доброе, так сказать. Наш кортик там. Такая типичная американская улочка. Я иду домой. Можно сейчас кушать, приготовить. У меня есть сегодня одно собеседование. В общем, жизнь бьёт ключом. Главное, что не по голове. Друзья мои, всем привет. У нас пятница на дворе. Нам надо купить Виктору Николаевичу ботинки на работу. Мы едем в одно местечко. Мы как-то там с ребятами гуляли. Видели в магазине именно определённые кроссовки он носит. Точнее, ботинки. Ну и вас берём с собой. Что же вам ещё делать-то без нас? Вам будет скучно? Друзья мои, идём с вами в Грош Реалтлет. Сто лет здесь не было. Скидочный магазин. Тут можно прикольные вещи прикупить. Ну, по более низким ценам. У нас Витника пошёл в аптеку русскую. В общем, пока он в аптеку пошёл. Ну, с вами быстренько мотнём сюда. Всякого такого. Разного. Не знаю, может, мне все памкин купить, повесить. Hello, памкин. Hello, hello. Happy Harvest. А, эти такие миленькие. Не знаю даже. Хочется что-то повесить прям над верхом. Не нашла ещё какую-то табличку, чтобы она мне нравилась. Как-то так. Памкин, кстати, 6 долларов стоит. Какая красота. Существует она настоящая. О, это настоящая тыква. Обалдеть размеры у тыковки. Ну, тут тоже много мелких. В общем, как-то так. Ну, вот эти тыквы. Ну, просто огромные. Прикольно. В общем, я сюда придарабанила. Это обычные наши вареники с картошкой. Вареники с картошкой, ребята. 2 доллара 29 центов. Вообще ничем не отличается. Внутри с луком. Вот. Вкуснятина. Берём. Ребятки, хурма по 2 доллара. Берём. Берём, берём. Ну, что, я про всё купила. Хурму. Что там? Вот там пакетик. Хурму. Потом помидорки. Детики для. Ну, когда там и завтраки. Максу складывать. Блин, у меня шнурок связался по середине дороги. Сейчас завяжу. Приехали. Мы его вообще... Мы тут жили... Сколько можно? Она года 2,5 тут жили. И потом такие с ребятами попались. Тут какой-то центр жизни есть. Если покушать можно. Вот такая плаза. И что-то там прикупить, да? Вот. Мы тут в этом были... Как он называется? Суши-бар. Суши-бар, да. Какой-то. Ну, суши... Ничего такие были. С сравнению с Америкой, да? Тут вообще вкусных сушь не найдёшь. Вот. Было очень даже съедобно. А у них вот, да, в природе. Что? В пятницу там. И все по этим кафешкам. Не знаю. Мы вон там, да, прям сидели возле огня. Прикольное местечко. И где-то вот тут мы прям магазишки видели. Там, в сердце. Ботинки, да, подальше. Вот. Зайка такой маленький стоял. Так, дошли. Дома тут, да? Да. Дело она такая, да? Ну, типа песочная. Ну, как по грунту идёшь, не по липке. Ну, я думаю, да. Это дерево сбоку или нет? Что? Вот это бетонное. Прикольно. Среди машин. Олейка. Прогуляйся. Башня. И башня. Электр. Электр. Напорная. Нас пропустили. Окей, идём. Идём, идём. Не мешаем людям. Вот суши Мона. Мы тут приехали за сушиком с Виктором Николаевичем. Вот. Слушайте, у меня уже давно не было трудностей в общении. Я сейчас минут пять выговаривала ей по-разному. Суши Филадельфия, понимаете? Филадельфия, слово, она не могла понять. Она меня довела до того, что я достала телефон и на телефоне ей написала. Она такая, о, Филадельфия, блин, думай, я тебе полчаса это слово говорю. Как ты его не можешь понять? Блин, уже Витя стоит такой, блин, говорит, ну как она не понимает, ну уже и с таким акцентом, и с сяким. И медленно. Короче. Вот, видите, даже три года проживши, можно зайти в ресторан и не купить сушики, потому что тётя тебя не понимает. Вот. Хотя ты говоришь это слово Филадельфия, а чего там такого? Хоть на русском, хоть на английском, звучит вроде как одинаково. И суши слово тоже. Ладно бы там, не знаю, какое-нибудь заболевание объясняло сложно сочетаемое, а то ничего сложного. Кстати, я вот в Тейдер Джоус хочу сходить пойти. Пока мы ждём, нам надо 20 минут суши ждать. И мы вот идём с вами туда. Ребятки, сейчас, конечно, буйство красок тут везде. Осень, красотища, цветы осенние. И тыквы разных размеров, пошива. Я, кстати, у парня, я там одного американского мальчика смотрю, и он говорит с Кэрри Памкин, типа страшная тыква. Вот. О, тут тоже. Смотрите-ка, о. Ну, красиво же. Тут тоже сколько. Дветочка всяких. Видите, за всё, за правильное. В общем, экологически чистое. Ну, я так шучу, конечно. О, смотрите. Я думаю, что это баклажанная икра, может быть. Томат, пармезан, последнее слово, не знаю. А, это паста-соус. Паста-соус, нет, это для спагетти. А это с тыквой. Прикольно. Вот, смотрите, Памкин Альфредо-соус. Надо же. Памкин тыква, ребят, если кто не знает. Тыквенный Альфредо-соус. Как-то так. Горчичка, видите, всяко-разно. А, соус для гамбургеров какой-то. Я, наверное, вот сейчас куплю себе оливковое масло здесь. Шеф-повар, видите, надевает нам соевый соус. Мы сегодня по сушикам. Вот наши красивейшие сушики. Вот и вот. Мммм, сейчас нам будет вкусно. Да здравствует пятница. Ребят, мы к вам с вами в кинотеатр приехали. Хочу купить я. Мы хотим купить билеты на Веном, а? Вот, Веном. Пока что не понимаю во сколько. Ну ладно, сейчас спрошу. Столько много новых людей появилось. Видели их новую машину? Видели. А куда знаешь, что таится? Ну па, а что она там будет просто стоять? Да, в аппаратах появилось много новых людей, мы их не знаем. Мы даже на улице не бываем. Вот. Учимся, учимся все время. Это ихняя, потому что он та же стоит на месте. Хорошо. Вот. Так что, а мы в киношку идем. Едем. Но у них даже сиденья. Хорошо, Максим. Я маленький. Все, мы приехали в наш кинотеатр. Надеемся, что реклама уже все пошли. Мы специально чуть попозже. На 10 минут. У меня весь класс один, я была, раз были дозрами. Да? Ага. Я, короче, я все время беру на каждый урок маску, но на всякий случай. И когда мы шли на пи, у нас пи было внутри здания. И всем дали маску, которая была слишком большая для них. Ну, у каждого свои трудности. Все, заходим с вами в здание. Так, а вон там вход, весь дальше. Так, вот мы на Виномо ходили. Виномчик. Ну, мне понравилось. Здесь, вы знаете, очень даже ничего. Ты сюда хочешь сходить? Я не вышел. Но он еще не вышел. Ну, как тебе киношка? Нормальная. А? Классная. Да, мне тоже понравилось. В первом ряду вон там. Вон она торчит. Ну, вон дальше, пап, первый ряд. Вон там. Да? Да. Виктор Николаевич, как вам просмотр фильма? Нормально. Нормально. Я, конечно, какие-то части недопонимала в разговоре. Там были, конечно, очень быстро разговаривают. Но, в основном, смотрела фильм комфортно. Понимала, о чем речь идет в целом. И о чем они между друг другом говорят. Очень как-то так. Ну, конечно, еще не то, чтобы на русском. Как-то бы смотришь. Конечно, еще тяжеловато все равно. Такая тишина, ребят. Как в гостях у сказки. Еще такого нашу такая яркая торчит. Листьев куча. Василь, как-то так. Семьянки, мне пришла посылка вот с Амазона. Распаковываю. Много бедланча Максу купила в школу. Потому что его старый уже ему несколько годков. И он весь поэстрекласса. Вот такая вот сумка. И купила вот такую вот емкость, тарелку. Не знаю, так обозвать. Витина работа. Сейчас распакуемся и посмотрим с вами. Кстати, каланчу это где-то вот такой вот ремешок. Но он нам не нужен. Мы его сейчас с ними не уберем. Потому что Максимка кладет его в рюкзачок. Как-то галанч. Поэтому нам не нужен. Так он выглядит вот изнутри. Сюда нужно что-то класть. И вот тут вот такой более свободный, где основная пища содержится. Есть еще кармашек. Очень такая удобная штучка. Вот произвели некоторые манипуляции с распаковкой. Это вот такая вот, знаете, с резиночкой. У нас дома такие были. Очень удобные фишки. Винка тут вот так вот может сверху лежать. Визиточка. В общем, три отсека. Мой главный критерий был, чтобы отсеки были отдельные. Потому что у нас Виктор Николаевич не любит, когда еда мешается. Вот. Если салат, то на отдельную тарелку. Никуда там общий чан сваливать нельзя. Поэтому. Цвет, конечно, на картинке был другой. Да ладно, фиг с ним. Не буду менять из-за цвета. Как-то так. Не знаю, видно вам, дорогие мои, самое доброе утро. Но вот тут прям девчонок сидит. Почему я тебя не вижу? А, вот он. И он такой возмущенный. На, тут поскакал. Куда ты? Не уходи от нас. Вот у кого-то утро недоброе. У нас утро холодное. Холодное утро. Прям холодное. Ребятушки. Всем самое доброе утро понедельника. У нас, видите, утро. Макс идет, мусор несет. Вот. И, собственно говоря, в школу собрался. А что-то наклонился так. Вот. И у нас уже так прохладно. Я уже такую кофточку потеплею. Вообще бы от картинки не отказалась. Такое утро бодрое. Я даже сегодня с утра обогреватель включила. Вот до чего у нас докатилась жизнь. Сакраменто. Я не знаю. На улице, ну, плюс 10. Ну, 12. Для нас это дубак. Вот. Так что вот так. Сейчас поедем в школу. Подумайте, чем он у нас занят. Распаковывает за Марса посылку. Рожей-то дорожей. Лена, живота. Это, смотри, все, залез. Крышка. Крышка, ага. Да ничего, сейчас справится. Так. Вот чудо теперь. Говорит, что ты там забыл? Тебе что привезли? Тебе что привезли там? А? Морд. Морд-маморд, тебе привезли? Нет? А что морду сунем? Пришли Максимкины вещи. Это жилет мы ему заказывали. И курточка осенняя. Сейчас будем с вами распаковывать. Ну, что пришли Максима, так сказать, зимние вещи? Ты пришла его жилеточка вот такая. У нас такая похожая была жилеточка. Он с нее вырос. Прошла с правилом. Тут вот не было отделки. Что-то они там видоизменили. Она с таким воротничком удобным очень. Сейчас я постараюсь на двораде расстегнуть заранее. Мне прошлая жилеточка очень нравилась. Мы ее сносили. Мы с нее просто выросли. Вот. И сейчас взяли такую же жилеточку. Она ему по размеру будет длинная, 12-го размера. И взяли зимнюю куртку. Ну, зимнюю. По-нашему-то она еле осенняя считается. Вот. Ну, тут она зимняя. Она очень приятная внутри. Там такая лисочка находится. Вот такая вот оранжевая. Мягенькая вся такая изнутри. Плотенькая. Тоже 12-го размера. Жилеточка стоила 36 долларов. А курточка... Курточка вот. 44 долларов. Вот. На погоду и непогоду. Как-то так.